Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Рыба-пера», в котором мы говорим о контенте в самом широком значении этого слова, о его создании и способах потребления в прошлом, настоящем и будущем. 26 апреля 1986 года произошёл взрыв реактора 4-го энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Авария стала самой крупной за всю историю атомной энергетики. Через 23 года, в 2009-м, журнал Forbes назвал Чернобыльскую атомную электростанцию самым экзотичным местом для туризма на Земле. А в 2019 году HBO снимает один из самых успешных своих сериалов — «Чернобыль». Что же это сейчас — опасная для жизни радиоактивная зона или туристическая мека, по которой Украина узнаёт в мире? Об этом я поговорю с человеком, который исходил в зону отчуждения вдоль и поперёк. Это гид компании «Чернобыль Тур» Дмитрий Шибалов. Привет, Дима. Привет, Дима. Признавайся, ты светишься ночью? Я, конечно, ярче всех. Сколько раз ты уже был в зоне отчуждения? Считал кого-нибудь? Да сотню считал, потом перестал. Ну, то есть пару сотен туров, может быть, у меня уже было за эти три года. А то количество радиации, которую ты накопил, ты тоже как-то пытался считать? Я думаю, ты столько же накопил в Киеве за это время, вряд ли намного больше получил. Нет, конечно, у нас есть там постоянный учёт, даёт с собой накопитель, ты каждый тур знаешь, сколько ты получаешь радиации. Ты был у нас с поездкой, я помню, что за целый день, это как за полчаса перелёта, ты, по сути, получаешь накопленную дозу, она очень маленькая, потому что сам маршрут тоже уже сделан под туристов, сделан так, чтобы на нём было безопасно. То есть ты уже по этому поводу давно не волнуешься, а ты понимаешь, что всё там хорошо и безопасно? Ну, это и хорошо, и плохо, на самом деле, что я не волнуюсь по этому поводу, то есть, и, наверное, у большинства работников зоны отчуждения вот есть такой эффект, что ли, привыкания к этому всему. У некоторых уже азарт включается спортивный, там найти побольше, померяться потом... Сделать селфу. ...показателем дозиметра, да, что я находил столько, я находил столько, то есть там, когда дозиметристам говоришь, что вот, там есть точки такие 100 микрозиверт, они ха-ха-ха-та, там есть точки 10 тысяч, 20 тысяч, мы знаем, ну, то есть, наверное, потому что ты не чувствуешь на себе никакого эффекта, то есть... То есть, а был страх в начале, когда только начинал работать? Нет, наверное, был больший интерес, я как-то к этой теме подошёл тоже довольно спокойно, но, опять же, я резко после фронтовой тематики переключился на тему Чернобыля, поэтому, по сути, там именно вот каких-то опасений на тему радиации и всего остального не было, но, опять же, было понимание, что мы не сами через забор туда лезем, нас туда везут, нас объясняют, обучают, то есть ты понимал, что там происходит, куда ты едешь и что со всем этим делать. Хорошо, давай мы немножко опишем текущее состояние зоны отчуждения. Что она себя сейчас представляет? Всё, наверное, будет самое подходящее слово «заросла». Она представляет из себя лес. За 34 года картинка удивительная, это шикарно. Деревья, 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 кусты деревья, то есть крыши домов из окон торчат с девятого этажа, ветки деревьев просто попрорастали. Там всё во мху, везде паворотник растёт, и внутри, и снаружи всё заплетается плющом, но очень красиво, действительно невероятно по атмосфере, невероятно по картинке, и те, кто фотографы-натуралисты, у них просто такой ментальный экстаз происходит, когда они туда попадают, потому что действительно это удивительно, насколько лес всё это под себя подмял, поглотил, потихоньку прячет, 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 если всё это не трогать и оставить в таком же виде, я думаю, там лет 10-20, лес полностью всё это так обернёт в себя. А насчёт инфраструктуры, то есть там сейчас работает, есть какие-то ещё посёлки, есть два города, один заброшенный, один нет, правильно, Припять и Чернобыль, и сама станция, вот что сейчас по этим пунктам, допустим, кто сейчас живёт там, работает ли сейчас станция? Ну, скажем так, глобально ты прав, зона отчуждения, она вообще не безлюдная на самом деле, то есть нельзя сказать, что там no man's land, нет, народ есть, есть около 5000 сотрудников, люди работают на самой атомной станции, люди работают на предприятии, зонные отчуждения, люди как раз работают и на объектах инфраструктуры, там есть дороги, там есть водопровод, там есть электролинии, линии электропередач, это всё, соответственно, надо обслуживать, для этого всего есть персонал. Идут работы по перезахоронению радиоактивных отходов, по строительству хранилищ новых, на это тоже всё, соответственно, работает часть персонала, плюс, естественно, дозиметрия, экология, то есть наблюдение за и радиационным, и экологическим состоянием этой территории, так как на территории эти зоны уже создан биосферный заповедник радиоэкологический, и там, скажем так, упор делается именно на то, чтобы, ну, мониторить развитие экосистем, состояние, влияние радиации на них. Я, кстати, слышал, что даже робот «Бостон Динамикс» был внутри Чирнобыля. Да, 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 да. Очень его веселили все, когда его на припятских собачек выпустили на КПП, и там собаки бедные с ума сходили. Ты видел этого робота? Да, да есть видео даже. Не, я имею в виду живую, нет? Нет, в живую я его не застал, в этот день я не работал. Ну, а как бы сопровождающий, я же говорю, есть очень много уже в ленте у меня материалов, там, как этого робота бедного в Репети гоняли. И насколько динамично меняется зона отчуждения? Вот, например, с момента твоего первой поездки и вот сейчас, что поменялось? Меняется динамично, очень динамично, и, к сожалению, в худшую сторону. Это в плане, там, состояния зданий, это вандализм, это разрушение, ну, реально исторических объектов. И действительно очень ценных, там есть мозаики, витражи, какие-то картины. Это все рушится, это все нещадно уничтожается. И даже за три года, что я там работаю, на моих глазах я уже увидел много демиджа подобного. Это очень обидно на самом деле, что вот, скажем так, добивается все это там неестественным образом, а добивается посетителями, и легальными, и нелегальными, я так подозреваю, что всякими. Ну, и вот это, наверное, больше всего, быстрее всего меняется. То, что зарастает, ну, невероятно зарастает. Бывало такое, в этом году после карантина мы заехали в село, в котором каждый тур вот залезь и останавливаемся. И ты, если там в прошлом году, в конце года еще по этой улочке шел, после карантина мы приехали там просто сплошь. По Припяти тоже некоторые дворы, там, где ты мог пройти, они настолько сплошь зарастлись, что ты все не протерешься уже через кусты, надо брать мачете, и как по джунгдям начинать ломиться, хоть немножко себе тропинку прорубить. Ну, то есть в плане растительности, да, там грибницы, белые грибочки стоят с моим голову размером, не потому что радиация, потому что никто не топчет, не собирает, поэтому все разрастается. Соответственно, тоже на тех местах, где, скажем, позапрошлый год было пусто, в этом году ты идешь, а там просто у тебя 10 килограмм белых грибов перед глазами стоит вот в одном месте. Немножко меняется картинка с животными, это такой тоже тонкий момент. Во-первых, пожары этого года, я думаю, внесли, конечно, свою лепту, потому что там месяц, оно все горело, за этот месяц миграция пошла, естественно, то есть животные уходили от пожара. Когда в апреле на Киев вот этот вот большой туман, такой буря пылевая, и дым пришел, это все с этих чернобыльских лесов? Ну, я так подозреваю, в том числе, то есть сгорел же не только Чернобыль, а горела и Житомирская область, очень много леса горело, то есть я думаю, это суммарно вот с северной стороны дыма от этих пожаров. То есть не нужно бояться, что это был радиоактивный дым и туман? Ну, это очень хорошая и скользкая тема на самом деле, потому что мы тоже, естественно, горит зона сразу Киев в дыму, первая мысль сюда притянула дым из зоны, и там немножко даже паника началась нам среди наших, скажем, подписчиков, нашей аудитории, и решили походить, померить наши ребята с дизиметрами по Киеву. И что получилось потом? На самом деле, получилась интересная тоже картинка, то есть локально превышения маленькие, они не превышения, а повышения уровня, они действительно были, то есть там где какой-то там стандартный фон в районе 0,12-0,14, то есть в это время мерили 0,22-0,23 микрозиверта, то есть это в пределах нормы. Норма 0,30, и вот эти все колебания, они абсолютно в пределах нормы считаются, но минимально какие-то подвижки были, опять же, это настолько маленькие колебания, что можно списать и на погрешность дозиметра, но, скажем так, тем не менее, в администрации зоны говорят, что там локальные какие-то штуки были, то есть по самой зоне отчуждения перемещения всё-таки пошли, но они не вышли за пределы зоны отчуждения, поэтому там никакого критического урона для Киева не должно быть. И сама зона уже, в принципе, для туристов по этим маршрутам безопасная, правильно? Да, да, то есть запустили. Но если с маршрута свернуть, то можно набрести на опасный момент. Ну, так было и раньше, да, потому что, скажем, многие участки, ну, это огромная территория, ты всё не дезактивируешь вот так, чтобы досконально, и на то время, так понимаю, никто не ставил такой задачи, то есть очень хорошо прочищены места, где перемещаются сотрудники, места, где они проживают, места, где они работают, а лес, ну, сплошняком чистить, естественно, такое дело неблагодарное. Поэтому, да, там может быть много сюрпризов, поэтому наша деятельность тоже награничена всё-таки маршрутами туристическими. Их, по крайней мере, промерили, и по ним перемещаться безопасно. Ну, те люди, которые проникают в зону нелегально, сталкеры и браконьеры, мародёры, они теоретически могут попасть на такие зоны, правильно? Конечно, я думаю, они и попадают на такие зоны, но, опять же, это ж очень разные люди туда проникают таким образом. Давай мы тогда опишем стандартного человека, сталкера, который заходит в эту зону. Вот из своего опыта я делаю выложен, нет стандартного какого-то сталкера, который заходит в зону. Это настолько, как вот сами ребята говорят, хаотичное движение, и оно уже больше десятка лет процветает. То есть за это время уже люди, которые ходили туда в 2009, им уже под 40. Ну, то есть это люди, которые либо не особо уже ходят, либо ходят редко своими компаниями. Есть много молодёжи, которая туда ходит, у них совсем немножко уже другая идеология. Есть ребята, которые в рейве хотят мутить Чернобыле, дискотеки, всё остальное. То есть это свой уже взгляд абсолютно на это место. И есть ребята, которые граффити рисуют, есть много, и в том числе иностранных художников, которые приезжают с целью реализовывать какие-то проекты. Но иностранные художники, скорее всего, попадают туда легально, правильно? Нет. Те, кто рисует граффити, это уже не легально. Это запрещено. Конечно. Вот, есть ребята там тоже в сторону арта двигаются, там подсвечивают всякие объекты, там те же гербы подсвечивали, где-то там по зданиям пытались. Есть школы засвечивать. Есть ребята, ремонты делают. Допустим, квартиру отремонтировали, в детском садике комнаты. Наверное, ты слышал, да, про Полесских. Ребята, Стас Полесский, есть такой. И они сделали ремонт там в нескольких комнатах, вот, в частности, в садике в детском, там сделали кроватки поставили. Я про него не слышал, но я слышал про других каких-то двух россиян, которые тоже оборудовали себе какое-то помещение, комнату в каком-то жилом доме, и там прожили какое-то время, снимали для своего YouTube-канала. Таких товарищей много. Они именно, вот то, о чём я рассказывал, они именно просто в детском садике отремонтировали комнатку. Маленькие кроватки, постелили постельное, покрасили стены, игрушечки расставили. То есть ты заходишь, у тебя разбитый садик полностью поднимаешься, заходишь, и целая комната абсолютно. Как будто реально вот-вот только что деток отсюда вывели. А вы сейчас туда вводите туры тоже? Ну, здание заходить запрещено официально, поэтому, естественно, со всей ответственностью заявляю, я туда никого не вожу, в здание мы не ходим. Вот, ну, скажем так. У тебя есть друзья-сталкеры? Есть. Они публично говорят, что они сталкеры или нет? Ну, у меня есть знакомые, те, кто и публично говорят, что они сталкеры. Есть много знакомых, даже друзей, которые разок к нам сходили, просто было интересно попробовать, там нелегалку одну сходили, в другую. Ну, они спокойно об этом говорят, то есть это же не уголовное преступление в нашей стране. Административное? Ну, это административка с очень смешным штрафом, поэтому многие даже гордятся тем, что он туда сходил. Поэтому многие рискуют. Ну, ты ничем, по сути, не рискуешь. Ребята из полиции говорили, что сталкеры там какое-то время нагреть начали, специально ходили сдаваться, если тебе там впал, уйти обратно 30 километров пешком до КПП, ты пошел, сдался, ребята, все, принимайте, я сталкер, тебя везут на КПП, еще на остановочку автобусную. Вот, поэтому, скажем так, поэтому, наверное, это движение так активно и процветает, потому что, по сути, ответственности никакой, ходи и делай, что хочешь. Вот, ну и ходят, делают, что хотят, очень разные люди. То есть есть люди, которые что-то создают, что-то интересное делают, есть люди, которые чисто вандализмом занимаются. Те, которые перешли на темную сторону. Ну, тоже, я не скажу, что есть светлая и темная сторона в этой всей истории, потому что, ну, если так посмотреть, мародерство в зоне отчуждения, это наша национальная традиция последние несколько десятков лет. То есть, ну, если такое отношение и со стороны администрации, и со стороны властей, и со стороны простых людей, ну, понятно, что новое поколение, оно не будет это все воспринимать как вот что-то святое, историческую ценность. Если они видят, что это все распиливается, разграбляется, последние 30 лет, это просто уничтожается, причем уничтожается, и не без участия, скажем так, лиц, которые этим всем управляют. А приведи пример, пожалуйста. Выпиливание леса, нелегальное выпиливание металлолома, очень много, если там залезть в интернет на эту тему, были и скандалы, и доходило до расследований, то есть, действительно, что и радиоактивный металл из зоны уезжал. Если ты зайдешь в город, в Припять, там ни одной батареи нет, ни одной трубы, там выкопаны из земли коллекторы, там порезаны перила, там снят все алюминий, лифт и все моторы, ну то есть, там настолько все разграблено, это настолько больно смотреть. Опять же, это все, там есть оппозиция, это все вот нелегальные мародеры, которые приезжают, ну ты смотришь, ну кто, какой нелегальный мародер вывезет 500 батареи радиаторов, отопления чугунных, ну нелегально на своей спине через лес. Это делалось машинами, это делалось организованно, опять же, все это там еще Саша Сирота, там в начале 2000-х бегал за этими металлистами. Саша Сирота Александр, он работает сопровождающим тоже в зоне отчуждения, он припечанин, его мама из Припяти, и вот на момент эвакуации, он в первом классе, по-моему, был, он до сих пор работает сопровождающим, и вот он давно работает, и он такой один из борцов, скажем так, за сохранение зоны, как исторической именно ценности. Ну и, я же говорю, есть там старые сюжеты, еще как он с камерой бегал за этими металлистами, выяснял, на каком основании они пилят, все остальное, ну то есть, я понимаю отношение молодежи, поэтому к зоне, если на твоих глазах все это уничтожается, то почему ты должен относиться к этому, как, ну вот мы пытаемся, да, что это, блин, это историческая ценность, это музей, это нужно восстановить, это нужно консервировать, и... Не было идеи поставить веб-камеры, например, по самой территории? Там где-то даже стоят, на КППшках стоят уже камеры, стоит там на стеле какая-то камера, но опять же, камера по рукам не бьет, поэтому, ну, камера хорошо, но нужно еще, чтобы кто-то реагировал на то, что эта камера записывает, и нужно, чтобы кто-то еще все это отсматривал. А как насчет самоселов? Много там осталось людей, которые просто живут? Говорят, вот сотни до полутора, именно тех, кто проживал там до аварии, и... есть даже какие-то истории про молодых ребят, которые там уже живут, то есть я знаю одного чувака, ему чуть больше 30, он живет там в этом селе. За счет чего он выживает? Подножный корм, то есть огород, рыбалка, там, не знаю, какой-то сбор чего-то в лесу. Отшельником? Ну, типа того. Он художник, он картины рисует, есть его картины в музее прямо в самом Чернобыле, есть его картины в местном ДК. Я просто не совсем разобрался, почему. В ДК Чернобыля? В Чернобыле, в самом Чернобыле. Даже не знал, что там есть ДК. Там есть ДК, в котором суд проходил, вот этот, который в HBO показывали. Точно. Все его узнают. Как раз хотел у тебя спросить, я помню, мы с тобой немножко обсуждали когда-то в переписке этот сериал. Было ли там, как у тебя вообще в целом впечатление? Шикарно. Ну, в целом шикарно. Это шикарный художественный сериал. Это не документалка, его не надо так воспринимать. Если воспринимать как документалку, это что-то ужасное, потому что, да, там придираться Самые яркие несоответствия какие ты нашел? Ну, я бы не сказал, что это в прямом супернесоответствия. Ну, да, вертолет упал не на следующий день, а через полгода. Никто друг друга товарищами не называл на самом деле. Шахтеры голыми ходили там? Шахтеры голыми не ходили, никто, ну, то есть, та логика, ну, куда ты в собой голые полезешь, ты можешь вылезти без половины телепающихся органов, но их тоже шахтеры голые там не полезут. И выдуманный персонаж. И выдуманный персонаж. Ну, то есть, это все, ну, для усиления драматургии, это все для сюжета, и это все сработало, как по мне, но драматургия сильная, сюжет сильный, и у них есть очень важная, скажем, задача, может, они ее себе не ставили, но они с ней справились. Они, этот сериал для многих, вот этот сериал, он для многих очеловечил эту катастрофу, потому что народ приезжал много в Чернобыль, много туристов, и если ты глубоко там в тему не копал, то ты там не фамилии этих инженеров, ну, для полной картины они дали это понимание, что реально там ребятам, которые работали, правилку 23 года было, там, командир пожарного расчета, тут, по-моему, в 26 оператор по управлению реактора. Ну, то есть, это вообще, я вспоминаю себя в 23, в 26 мне нельзя было доверить ядерный реактор в управление, ну, и, скажем, эти ребята, это молодежь, они действительно себя с молодой тому всему посвятили, и вот этот сериал, он эти истории достал, показал, о них рассказал, и, скажем так, это повлияло на поток туристический, потому что люди начали видеть эту историю в персонале. Насколько увеличилось, приблизительно? Ой, намного увеличилось, ну, то есть, там, кто-то говорит, 30-50 процентов, ну, я думаю, и 30-50, ну, то есть, официально говорят, что до 120 тысяч в год вырос туристический поток, именно вот после себя. Да, кстати, я смотрел статистику, что вот в 2014 году, так, недавно, было около 8 тысяч за год всего посетителей, а прогноз был на 2019 до 150 тысяч. У тебя есть какие-то данные более новые? Ну, я же говорю, вот 120 тысяч, по-моему, озвучивали последнюю цифру. В 19-м, это получается? Да, да, вот в прошлый год. Это просто катастрофический рост. Спасибо, H-Prom, шикарная промо, никто бы лучше и не сделал. Это точно. Ну, опять же, он многие, там, критикуют, там, из разряда, вот там было не 3 пожарных машины, а 5, вот этот не в тех сапогах был, а этих было 5. Ну, то есть, я же говорю, в таких деталях можно придираться, но это шикарно как художественное произведение, ну, тоже это HBO, они «Игру престолов» сняли, они «Трудетектив» сняли, то есть, понятно, что вот лучше, чем они это сделают, тем более, вот то, что уже сделано, я сомневаюсь, что кто-то сделает лучше. Какое соотношение туристов украинцев и иностранцев? Прошлый год было там чуть ли не 80 на 20, 70 на 30, там, до 90, в пользу иностранцев. Ну, опять же, я рассматриваю это явление, потому что, во-первых, у них проще отношение к этому, ну, то есть, там нет такой культурной прослойки, для которых все умерли, все плохо, радиация, все погибли, то есть, у кого-то там родственники, у кого-то там, ну, у каждого есть история, там, связанная с семьей, грубо говоря, чуть ли не какой-то родственник остался в Чернобыле или там Чернобыль его здоровье подкосил. У них нет такого, то есть, они руководствуются не вот этим воспоминанием тяжелым, а свежими материалами, которые есть, там, влоги, ютубчик, видео. Насколько они в теме вообще? Они готовы к тому, чтобы приехать или нет? Ну, те, кто доезжает, да, это человек с другой стороны целенаправленно поехал в Чернобыль. То есть, они уже, в принципе, и ставлю знают, они подготовлены. Ну, не всегда, возможно, там, это просто для кого-то хайпануть на теме, да, но какое-то минимум, базис они знают, там, пару документалок посмотрели, пару обзоров, видеообзоров тура посмотрели, то есть, они уже приезжают, там, с каким-то пониманием того, что будет происходить. Ну, и, скажем так, с меньшей, ну, то есть, радиация не боятся, всё нормально, да, тоже, это всё присутствует, радиофобия, но всё равно как-то поспокойней, ну, наши сильнее боятся. Ну, у наших бывает такое, что у меня были случаи, когда там выстраиваешь на общую фотографию группу, ну, надо сфотографировать всю группу туристов, и ты выстраиваешь их на общую фотографию, и кто-то кричит, ой, не надо, я не буду фоткаться, а то я жене сказал, я на рыбалку поехал, а сам уехал в Чернобыль, там, или молодёжь какие-то, ой, мне, мы родителям сказали в Киев к друзьям потусить, поэтому мы не хотим политься в соцсетях, ну, то есть, до сих пор идёт такое отношение, что ты едешь, те коллеги по работе, ой, нет, ты смотри свой Чернобыль, вернёшься, я с тобой рядом сидеть даже не буду, ну, то есть, оно в полушутку, оно, возможно, так, ну, то есть, но всё равно вот это отношение, оно осталось, то есть, всё равно ещё наши люди, они себя побеждают во многом, ты обычно возишь, что такое самое интересное по местам? Самое интересное, это припять. у меня вот впечатлило, ну, да, кстати, ну, припять, понятно, этот город-призрак, но у меня, ну, может быть, это удивительно, может быть, нет, это эхолокационная станция секретная в Чернобыле 2, Дуга, я просто, может быть, не удивил, потому что я не ожидал её увидеть настолько огромной и настолько, не знаю, как из какого-то урбанистического фильма про киберпанк, вот, у меня были такие ощущения. Ну, Дуга, да, Дуга на самом деле становится для многих приятным бонусом, потому что иногда человек едет в Припять и не всегда знает, что там есть Дуга, то есть, такие случаи тоже. Расскажи пару слов, как выдержку из истории, почему она там, что это такое? Дуга, это вообще странный советский проект, огромный локатор для обнаружения старта американских ядерных ракет. Проект шикарный, в том плане, он визуально очень красивый, это огромная антенная решётка, её одна часть высотой 150 метров, вторая часть 100 метров, шириной всё это почти дело почти километра, то есть, это шикарный вид антенна, а у неё очень прекрасная геометрия, это сам по себе объект просто нереальный. Очень эстетически красивый. Очень, да, красивый. Во-вторых, у неё очень яркая история, в неё влили там по некоторым оценкам около 200 миллионов рублей, это по курсу доллара примерно один к одному в то время, и она ни дня не простояла на боевом дежурстве, то есть, её в течение там чуть ли не шести лет пытались настроить, отладить, модернизировать, и она в итоге так и не стала на боевой дежурстве, немножко просчитались со свойствами ионосферы. Сначала построили, а потом начали изучать вообще ионосферу над Северным полюсом и поняли, что начались проблемы. Вот, ну и, собственно, это одна из причин, почему её знают на Западе, потому что, когда искали рабочий диапазон, выяснилось, что единственный диапазон, на котором она работает, это частота, на которой передаётся сигнал СОС, и работает гражданская авиация, поэтому вот этот звук русского дятла, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, который долбил в лучшую сериализму. Я даже слышал запись. Очень прикольно. Можете сюда потом вставить. Вот этот русский дятел несколько лет долбил из-за железного занавеса и родил на Западе много интересных конспиративных теорий, в том числе, что это психологическое оружие, которое зомбирует американцев и превращает в коммунистов. Вот. Ну, и это поэтому, во-первых, стал очень крутой магнит для американцев, собственно. Они, попадая на территорию Soviet Secret Military Base, у них просто взрыв мозга происходит от счастья. Если там пару историй про КГБ расскажешь вообще, они просто чувствуют себя в эйфории такой. Но они попали в святая святых, они попали в советскую военную базу, это же для них тоже целая культурная прослойка там этого, этой всей истории Холодной войны. Вот. И поэтому, скажем так, объект очень привлекательный. Я понимаю, почему. Скажем, его не так давно открыли, только говорят, что в конце 2012 года территорию полностью открыли под посещение, поэтому первые группы, которые ехали там в 2008-2009 год, они даже не заезжали на этот объект, либо заезжали к воротам, смотрели от ворот на решетку, ехали себе дальше. Ну и я же говорю, у меня даже встречались люди, которые ехали со мной в тур, и они знали, что мы едем в Припять, а об этой штуке вообще не знали. У меня даже пара местных пропадалась, которые жили в окрестных селах вокруг, ну, на территории зоны, тогда еще в Чернобыльском районе, они говорят, что да, мы не знали про эту штуку, действительно, вот я тут всю жизнь не жил, мы знали, что в лесу военная часть стоит, но конкретно что там и что это за штука, как она работает, мы не знали, поэтому, ну, по всем параметрам объект очень яркий и для многих становится приятным бонусом. Давай переходим к следующему, Припять. Припять, да, ничего не надо рассказывать, это самый большой в мире город-призрак, это, конечно, удивительно, это новый абсолютно город, который должен был стать просто советской мечтой реализации всех сказок о коммунизме и в итоге стал, конечно... Сколько там жило людей, не помнишь? Около 50 тысяч человек, там 49 500 по средней переписи город-советовской. Но он был еще не достроен, правильно? Нет, и там 5 микроволен был в процессе строительства, еще 3 должно было быть, то есть там всего, говорят, 80-100 тысяч населения должно было быть. Еще дальше, какие места? Ну, в Припяти это был знаменитый парк, да, с чертовым колесом? Ну, колесо в Припяти, я не знаю, это, наверное, на колку придется сидеть с колесом в Припяти, то, что я слышу каждый тур, каждую группу, там, у тебя по-любому будет вопрос, мы на колесо пойдем или не пойдем? Пойдем, все нормально, поехали, мы пойдем на колесо. Она же в Сталкере была, по-моему, да? В Сталкере, в Call of Duty, в Modern Warfare она была, и я не знаю, кто только рядом с этим колесом не засветился, уже не сфоткался, и за этот год только десяток клипов сняли украинских в зоне отчуждения, ну, в общем, она очень такая яркая, притязательная стала, и наши артисты тоже на этом хайпуют, конечно, куда же без этого, она у нас рядышком, поехала, снялся, на тему Чернобыля что-то сделала, и, ну, кроме самого колеса, естественно, там центральная площадь, энергетик, парк, больница, та самая больница, в которую связали пострадавших, тот же бассейн, тоже не понимаю, почему он стал такой яркой точкой и таким притязательным, но, наверное, потому что там классный бассейн, да, действительно, в маленьком городке такого, как правило, не строили в Союзе, ну, тоже таким символом стала города, в общем... Сама станция, она же даже не так интересна получается, как город. Ну, вот, странно, на самом деле, это тоже иногда феномен, когда люди, там, по сути, ты едешь к четвёртому реактору, да, ближайшая к нему точка, это 300 метров, смотровая площадочка, иногда у людей действительно там меньше интереса, чем на центральной площади Припяти, потому что... Потому что там один купол остался, новый, который построили, и как бы ты смотришь просто на этот купол, сама история интересная. Ну, то есть... Даже трубы нету уже, правильно? Даже трубы нету, да, то есть самое. Возможно, возможно, поэтому, ну, Припять, да, она многим доставляет разные эмоции, у кого-то прям такой глубокий депресняк, всё это вызывает, там, ой, всё плохо, всё потеряли, для кого-то это такое больше, типа, просвещение сознания человеческой глупости и какое-то понимание, что надо менять что-то в жизни и действовать по-другому, потому что последствия налицо. Ну, в общем, это хорошее место, действительно, и чтобы задуматься, и чтобы погрузиться немножко больше в всё это, и действительно, чтобы проанализировать в том числе и свою жизнь, что ты делаешь, какие-то будут иметь последствия, и вот это место, оно как раз про последствия. Хорошо, а твой топ таких неочевидных мест, которые, может быть, не входят в туристические программы, но ты знаешь, что они есть, и они интересные? Наверное, но всё, что новое, всё, где я ещё не был. То есть, там есть сёла, их очень много, и, по сути, если там по ним вот кататься, в какое-то место становится довольно однообразно. То есть, ну, село-село, заброшенное село. Но для меня каждое новое село, это прям, вау, это целый мир, это интересно, это что-то новенькое, это что-то узнать. Там, по Припяти тоже, там, первый год работы, пока ты ещё не облазил все закоулочки, там, каждый задворок, каждый угол, это что-то интересное, что-то тянущее. Сказать, что там прям, ну, конечно, Припять, да, это будет моё топовое место, потому что Припять, она действительно дарит много эмоций и даёт поводов задуматься, и сам по себе город интересный. Вот, но, действительно, всё, что новое. То есть, может, это у меня просто привлекает всё, что новое, может, кому-то нравится, и по ним этим же местам ходить каждый раз, но вот, любой новый закоулок в зоне, он, конечно, манит, манит. Какой самый частый вопрос тебе задают твои туристы, с которых ты будешь? На колесо поедем. Я не шучу, это действительно самый частый вопрос в группе. А, ну, и одежду, потом выбрасывать или не выбрасывать? Можешь ответить, выбрасывать или нет. Если у вас дорогая одежда, выбрасывайте, скажите, куда? Если нет, то можно не выбрасывать, можно оставить. На самом деле, вас проверяют на выезде дозиметристы, если они вас выпускают, тогда можете спокойно ехать домой и как после обычной прогулки по лесу потом постираться. Я, кстати, постоянно не шучу, что у нас на самом деле экологически-оздоровительный фитнес-тур, потому что целый день ходим по лесу, даже свежим воздухом, радиация минимальная, поэтому, в принципе, как после обычной природы... Природа настолько очистилась, что в Чернобыль вернулись лошади Пржевальского. Их-то завезли в дерево мостах в рамках эксперимента, туда... Ну, они так и остались и начали размножаться. Да-да-да, там всё хорошо, табунчик растёт. Туда пришли олени, косули, лоси, там фотоловушками, говорят, где-то уже медведей ловили, волков даже несколько раз мы видели на туристическом маршруте. Ребята, говорят, трейсей встречали. В общем, ну, там... Это невероятно. Я же говорю, это описывать-описывать можно бесконечно просто, но нужно просто поехать и посмотреть. Я не обещаю, что ты стопудово каждый тур увидишь лося. Это тоже часто. А где лось? Ну, ребята, я не знаю, где лось? Ну, то есть... Не обещаю, что вы это всё увидите прямо в один день поездки, но оно действительно там есть. И так как там я езжу довольно часто, ты их видишь постоянно, этих ребят. Там лося, там олени скачут, там ещё какая-то живность, и нутовинные собаки всякие бегают. Ну, то есть много-много живности, и это очень интересно. Что самое странное с тобой происходило в зоне? Были какие-нибудь такие невероятные истории? Ну, прям-прям-прям-прям невероятных, наверное, и не было. Были, конечно, конфликтные истории. С туристами? С туристами. Они не подчинялись, ели на воздухе, что они делали? Нет, они... Пытались забрать с собой часть Чернобыля на память. Они решили, что надо ехать очень алкогольно-нетрезвым в зону отчуждения, и вот там ещё даже до въезда проблемы начались, мы в итоге так и не поехали. Ну, то есть бывало и такое. Были самые странные истории, когда там были ограничения на въезд граждан России, и у меня такое было, что ты везёшь автобус, там, у тебя 15 человек, в зону отчуждения заезжает 3 человека. Из этих 15 это 12 человек просто высаживаешь на КПП. Это тоже было, конечно, так себе. Ну, и, конечно, у нас теперь много, скажем так, ребят, едут в зону отчуждения за контентом. Назовём это так. Это там желание сделать какие-то суперфотки, видео, и вот, недавно уже была история. Молодые блогеры. Молодые блогеры, в том числе, которые имеют броги-блоги и на Порнхабе решили ехать в зону отчуждения. Они с камерами. Да, и я потом удивился, я даже специально ввёл запрос в Гугле с Экс Чернобыль и увидел очень много видео на эту тему. То есть, ну, понятно, что далеко не всё снято там, но, типа, хайпуют и на этой теме, и это тоже, конечно, напрягает немножко, потому что не ожидаешь... Кстати, от селфи умирает довольно часто, когда люди пытаются сделать какое-то экстремальное селфи, то это каждый год практически это умирает. А вот это как раз моя работа, следить, чтобы никто не умер во время селфи, потому что, да, там есть места, где можно немножко, ну, скажем, задуматься и расслабиться, этого делать не стоит. Давай мы дадим сейчас советы для молодых сталкеров. Что нужно знать перед тем, как поехать в зону? Для молодых сталкеров? Ну, ладно, давай разделим туристов и сталкеров или просто для людей, которые хотят... Ну, скажем, мне сложно советовать. Я не сталкер, я не был там в нелегалках, я там начал сразу работать официально и изучал все это уже как сотрудник зоны, поэтому, ну, для сталкеров единственный совет найдите нормального сталкера и пускай он вам объяснит, что там делать, пускай он вас ведет, никогда не лезьте туда сами вообще, потому что, ну, во-первых, да, можно по глупости залезть в какое-то пятно, можно испачкаться и это может создать дополнительные проблемы, потому что, если вы будете грязный, то это уже может не административка, а быть уголовка, это уже вывоз радиоактивно опасных материалов за территорию зоны, поэтому это тоже такое дело, ну, и, наверное, не ходите сталкерами, едьте лучше в официальные туры, это будет мой совет, но я понимаю, что его никто не послушает, поэтому... А для обычных туристов? Для сталкеров еще последний момент, за который еще не занимаетесь вандализмом, то есть, ну, вы все-таки едете там на территорию, которая для кого-то имеет историческую ценность, но в частности для бывших жителей или для людей, которые до сих пор работают, а для регальных посетителей... Весь инструктаж ты, в принципе, даешь в самом туре? Во-первых, да, то есть весь инструктаж дается, но выберите себе компанию, с которой вы поедете, конечно, я рекомендую компанию Чернобыль Тур, по крайней мере, я могу отвечать за качество этих туров, я их сам провожу, поэтому могу себе порекомендовать, на самом деле, то есть правильно определитесь с компанией и с форматом тура, потому что туры есть тоже разные, есть приватные поездки, есть групповые, есть на один, на два, на три дня, на пять дней, то есть они действительно довольно разные, подумайте, что вы хотите получить. Ой, там много всего можно делать пять дней, но опять же, это в зависимости от того, что вам интересно. Я знаю, что есть люди, которые вот, они едут со мной на один день ни одного дня с головой, он на два дня уже не поедет. Есть человек, который едет со мной на два дня, недавно был такой, чувак, приехал на двухневку, через месяц приехал еще раз на двухневку, ну то есть вот, вот зашло, зашло, и потом пишет, блин, и положусь спать, мне Припять снится. То есть я понимаю, что он, скорее всего, приедет еще раз, и может даже на три дня. То есть, ну вот... Приедет с детьми. Опять же, то есть людям, которым интересно, там пять дней есть чем заняться, город Припять немаленький, сел вокруг очень много, Ч2 тоже довольно интересный объект, сам Чернобыль тоже довольно, сам городок интересный, есть самоселы, с которыми можно пообщаться, можно заехать в гости, может там даже приехать помочь бабушкам, там дров наколоть, воды натаскать, тем, кто в селах живет, тоже если есть время, это тоже интересный опыт, еще плюс что-то полезное. Ну, то есть, если вам интересно, там действительно есть чем заниматься все это время. Давай пофантазируем, что будет зоной через 10, 50, 100 лет. Есть ли у государства какая-то программа по тому, как сделать эту территорию совсем безопасной, да, как утилизировать эти ядерные отходы, и вообще, что там будет, как ты думаешь? Столько вопросов в одном. Давай, давай. Давай поэтапно. Поэтапно, да. Насчет того, есть ли у государства какая-то программа на этот счет, на самом деле, очень странная картинка, потому что, допустим, надвинули новый конфаймент, и если там открываешь официальные ресурсы ДПХС, и зоны, пытаешься посмотреть план дальнейшей работы с этим объектом, он не утвержден до сих пор. То есть, их было несколько драфтов, действительно. А на ком ответственность по утверждению? Ну, я так понимаю, это администрация зона отчуждения, либо руководство ДПХС. То есть, это делается каким-то из них. Ну, и согласовывается, соответственно, с Минэкологией. И на сегодня планы, они были все очень расплывчатые. То есть, сначала разбираем, потом вывозим, уже не вывозим, уже просто разбираем. То есть, тоже не совсем понятно, не понять информацию, что будет происходить даже на самой станции, вот этим, с самим объектом укрытия старым, ради которого, собственно, все это изотевалось. Относительно всей остальной территории, там уже начинают принимать украинское РАО, то есть, радиоактивные отходы с украинских предприятий, они сводятся в зону, там захораниваются. А раньше отправились в Россию? Я так понимаю, да. Не буду утверждать, не хочу врать. Там строится завод по переработке РАО, то есть, там, я так понимаю, будут еще работы по перезахоронению, то есть, все, что там было стихийно в 80-х закопано, некоторые старые захоронения нужно перезахоронить на постоянной основе. Отвезти на территорию Чернобыля. Для этого хотят построить еще одно хранилище, да, и свозить уже отработанное топливо именно со всех атомных станций в зону очередения, его еще не построили, его только начали строительство. Потерял мысль. Да, что будет? А, вот, и относительно планов, ну, то есть, вот это направление, я так понимаю, планируют развивать и в дальнейшем, достраивать этот завод, это хранилище, начинать свозить туда топливо. Там уже очень много сказок, что вся Европа будет наносить, свозить нам отработанное ядерное топливо, это уже такой момент. Да, и даже если будет это нормальный бизнес, если правильно его организовать, это тоже может работать на благо государства. И, ну, то есть, вот это направление точно будет развиваться. Плюс сейчас еще Зеленский утвердил законопроект, там формализовал чернобыльский туризм, и как бы вроде есть, как политическая воля развивать и это направление, и оно... Еще больше, то есть не 120, а 240 тысяч, чтобы посвящало. Тут даже вопрос не в количестве, а в качестве, то есть, хотя бы инфраструктура, нормальные дороги, туалеты, фонари, но это то, что вот базово нужно для туризма, это то, что базово нужно для людей, да? Там организоваться шопов, питания, всего остального, мест отдыха, то есть, ну, нормальная инфраструктура туристическая. Вот это хотя бы нужно делать. А не потеряется ли тогда дух вот этой вот отчужденности? А вот это вечный вопрос, который останется вечным вопросом, потому что, конечно, теряется, он уже потерялся. Если, скажем, приехать в людный день в зону отчуждения и выйти в Припяти на центральную площадь, вы увидите... Это будет больше, чем в Киеве в карантин. Вот, вот, вот. Вы увидите толпу людей просто, да, и вот дух отчужденности, он как-то сразу уже понемножку теряется. Но, скажем так, при правильной организации, опять же, туристического потока это может выглядеть хорошо, это действительно может ощущаться и дух, если правильно организовывать группы, правильно организовывать места, опять же, для туристов, потому что, если у тебя, грубо говоря, один туалет на радиус 10 километров, понятно, что возле этого туалета соберутся там, грубо говоря, все группы, там будет очередь на въезд-выезд, потому что, ну, к сожалению, таких мест просто элементарных условий не так много, к сожалению, в зоне. И хотя бы вот это должно развиваться. Поэтому сказать, опять же, что будет с туризмом через 10-20 лет невозможно на данном этапе, потому что непонятно, вот сейчас вот этот самый переломный момент, который все и решает на самом деле, то есть будет ли он развиваться туризм, либо его там похоронят и продолжить заниматься там своими какими-то делами и комфортно, когда зона закрыта и никто тут о свой нос не сезает, скажем так. Поэтому я не могу, к сожалению, ответить. Если это политическое и волевое вообще решение будет развивать дальше туристический объект, сделать из этого памятник истории, формализовать это, опять же, на документальном уровне, дать ему статус памятника истории, разрешить мультификацию, разрешить восстановление, разрешить какую-то работу там. Восстановление, то есть делать ремонт на припяти? Хотя бы консервация зданий. Консервация зданий это первое, что устроить на поверхности. Чтобы они не разрешались. Они сыпятся. Там выбили, хотя бы, ну, выбили окна, там внутри все пропитывается влагой, крошится, рассыпается. То есть 10-20 лет в таком состоянии дома могут уже не выстоять. На самом деле, то есть... Значит, евро окна туда нужно ставить. Да, даже если не евро, хотя бы пленкой затянуть, ну, грубо говоря, законсервировать здание, чтобы оно внутри просыхало, чтобы оно внутри и не пропитывалось влагой, это ему продлит жизнь на десятки лет сразу. Это элементарнейшее просто действие. Но вот даже, чтобы его сделать, нужно какое-то решение, то есть нужно разрешить там проводить какие-то работы. А пока что это невозможно. Это все радиационно-загрязненная территория, где нельзя ничего. Хорошо. Как насчет через 100 лет? Как ты думаешь, да, пофантазируем просто. Вот как ты это видишь? О, я вижу, что 100 лет наша цивилизация не протянет. И вот такое, как в зоне сегодня, будет уже везде спокойненько. Будут олени гулять по киевским улицам, будут деревья расти. Почему у тебя так негативно настроен? Ой, ну не знаю. Я в последнее время... Из-за эпидемии? Не, 20-й. 20-й год просто он убил, наверное, мой позитив на корню. 20-й будет хуже, хуже, чем 20-й? Я не знаю. Но он уже не заставляет ждать ничего хорошего на стиль. Пылевые бури, смерчи. Глобальное потепление. Да, глобальное потепление. И это все только апрель-2020. Ну я думаю, что дальше уже ждать. Я, ну, не знаю. Я, конечно, верю, что мы качнемся в стороны каких-то зеленых технологий и найдем какой-то симбиоз природы и возможность и производства ресурсов чистым способом и все остальное. Опять же, если на это хватит как-то общих усилий и воли в эту сторону развиваться. Но пока что я вижу, что мы, к сожалению, идем по другому пути. Действительно, пока что мы целенаправленно уничтожаем и то место, где живем, и себя, да, конечно, мы вроде как получаем какие-то блага цивилизации в виде там продуктов, в виде услуг, в виде еще чего-то. Но опять же вопрос, что эти ресурсы не безграничны. То есть когда-то мы нашу планету загадим настолько, что уже, ну, некуда будет сбрасывать мусор. Ну и тогда, наверное, придет какое-то понимание. Давай перейдем к вопросу денег. Сколько стоит билет в Чернобыль сейчас? Тур для украинцев стоит около 50 долларов, для иностранцев дороже на около сотни. Я хочу провести конкурс. И что мы можем предложить победителю? Ну, победителю... А, давай условия сначала озвучим. Как раз возвращаемся к теме реинкорнации природных зон. Вот в 2016 году был создан Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник. Вот так вот он звучит. И мне это название не очень нравится, на самом деле. Он как с точки зрения формальных документов, то да. А мне кажется, заповедники должны называться как-то по-доброму, как-то более симпатично. Давай мы попросим наших слушателей придумать такое название для этого заповедника, более приятное на слух, туда, куда хотелось бы приехать. Вот. И победитель у нас получит что? Победителю тогда я могу от себя лично предложить такой презентик и поехать с нашей компанией. Я обещаю скидочку 30% на тур, ну и от меня кофе, ходок на КПП. То есть, еще какие-то плюшки, сувениры гарантирую. Но тут главное, чтобы вы поехали со мной в этот тур. По-любому, конечно. Тогда 30% скидка плюс дополнительные плюшки приятные мелочи. Да. Отлично. Смотри, если я еще у тебя что-то не спросил, то, что ты хотел бы рассказать, вот самое время сказать это. Даже не знаю, что еще можно сказать, но, наверное, скажу, ребята, пока что ковид, закрыты границы, это с одной стороны все очень плохо, с другой стороны зона отчуждения все больше похожа на зону отчуждения. Там мало людей, она восстанавливается, она зарастает, и подтоптали нормально за прошлый год, но за этот год она действительно опять набирает так, набирается зелень, набирается сил. Едьте, едьте в зону отчуждения, пока действительно там пусто, и, опять же, это моя позиция, наверное, для украинца, по-моему, обязательно посетить хотя бы раз зону отчуждения, хотя бы, ну, скажем, разочек прикоснуться к этой истории, узнать ее. Никуда мы не денемся, мы с этим, ну, скажем так, родились и живем, и даже если вы родились намного позже чернобыльской катастрофы, то есть слово «Чернобыль» для любого украинца это все равно сильный триггер, это все равно какая-то очень глубокая для нас травма эмоциональная. Опять же, лучше поехать и узнать действительно, что это было, не кормиться слухами, не кормиться сплетнями, не ограничиваться какими-то там, я не знаю, опять же, теми же сериалами и блогами, то есть поедьте, поедьте, посмотрите, узнаете, и вы, по крайней мере, даже всю остальную информацию сможете воспринимать уже через фильтр того, что узнаете. Спасибо, Дима, отлично, спасибо, что пришел. Не, за что, спасибо, что пригласил, всегда рад. Вы слушали подкаст «Рыба-пиран». Если он был чем-то вам полезен и интересен, то лучшей благодарностью будет подписка на любой удобной для вас платформе. Все полезные ссылки в описании. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин